здравствуйте приветствую вас на youtube канале про цветок с вами работает ученый агроном лавонос петр во время промой линии мне было задано много вопросов о пользе картофельных очисток потому что мы белорусы и у нас называют бульбашами этот продукт присутствует постоянно на столе раз на столе значит у нас есть обязательно картофельные очистки конечно у романы скажут что полезнее картофель отваривать и снимать кожуру так в ней сохраняются больше полезных веществ а с кожурой мы эти вешенства как бы снимаем но тем не менее как бы традиции из традиции у нас принято готовить различное пюре поэтому приходится чистить картофель и вот мои хозяйки просто-напросто эти очистки выбрасывают их поступают очень неправильно почему потому что сами вот картофельные очистки они съедают крахмал они содержат сахара они следят различные витамины вот эта кожура которая с нами снята самая ценная часть нас мы как бы выбрасываем а что раз содержит такой богатый витаминный состав значит это готовое удобрение готовое природное удобрение причем сбалансированное его переизбытка здесь нету значит мы их можем применять как удобрение нашем саду и огороде не надо их конечно их можно положить компостную кучу положить капустную кучу они там благополучно перегниют и как бы тоже пойдут в пользу но мы же можем делать и по-другому во-первых можем эти очистки появились нас очистки закопать какие-то кусты под плодовые деревья они станут земле разлагаться они станут привлекать дождевых червей и мы не только нас этим почву различными элементами питания но мы же и капролитами от дождевых червей также будем у добрым почву наши растения за это скажут только спасибо поэтому можем носить в таком сыром виде весь сезон закапывая плодовые деревья декоративные кустарники мы будем до удобрать тем более что они очень богаты калием вот и калий такой доступной форме он будет повышать вызреваемость наших побегов а наши побеги за то что станут лучше вызревать они будут меньше повреждаться вредителями потому что они будут становиться более твердыми более твердыми и вредителям они будут не по вкусу все такой нюанс ну в зимнюю пору у нас опять же есть очистки и вот эти очистки как бы что тоже уже землю не закопаешь что делают хозяева значит картофель тогда берут моют обязательно промывают картофель эти очистки потом раскладывают тонким слоем и просушивают батареи греют постоянно у квартиры положили картофельные очистки они высыхают они высыхают их потом какой-то бумажный мешок складываем складываем только не у полиэтиленовый там они запреют и поблесняют а в бумажные шишки складываем или коробку складываем складываем и к весне у нас готова целая наш ящик удобрений куда мы можем получить эти удобрения эти удобрения очень отзывчивые огурцы вот на эти удобрения отзывчиво свекла но ни в коем случае картофельные очистки мы не ложим под близкородственные виды то такие как помидоры перцы баклажаны здесь категорически потом нельзя почему потому что с картофельными очистками мы откроем питание мы занесем инфекцию спровоцируем более быстрое развитие болезней которые в обычных условиях могут проявиться не так быстро поэтому на этот нюанс обратите внимание далее эти очистки можно просто-напросто поломать поломать и этой картофельной мукой поливать растения даже комнаты растения это картофельной мукой полили прорыхлили почву посмотрите что ваши цветы станут пышными кустики станут пышными а цветы яркими крупными и красивых красивых окрасок вот обращаем внимание но и что смотрите как бы закопали почву в каком виде закапывать почву значит я бы посоветовал все-таки картофельной очистки как-то предварительно подготовить в каком случае подготовить ну можно проморозить их просто беремка заговорить почву и постарайтесь их проморозить проморозить в морозиловке это сейчас не проблема это быстро час побыли они подмерзли потирают посолить прорастанию их можно наносить вот нету морозиловки способ второй нагреваем горячей водой обдаем кипятком обдали кипятком значит мы уже уничтожаем почки которые спящие почки которые находятся на этих очистках ну противном случае если мы закопаем мелко мы можно все участки развести картофель потому что когда-то во время после войны когда не хватало посадочного сериала кожурой даже садили питание раста остаются но вот чтобы ростки не появлялись и надо как-то подготовить сделайте все это прекрасный эффект так что поняли это очень ценное очень дешевое удобрение которое всегда вас под рукой которую можете использовать практически под любые культуры кроме поселенных кроме поселенных все растения отзываются только хорошо на внесение очисток поэтому не выбрасывайте собирайте ну зимой кроме того что высушивает на батареях ну не хватает места на батареях когда есть сильные морозы ежешь там бывающий на мороз у нас пора выбрасывайте на улицу вот они замораживаются они замораживаются а замораживание также подсушивает ну единственное что в этом случае уже за замороженные очистки придется весной как только станет все оттаивать держать где-то на балконе а весной когда станет все оттаивать уже вести скорее на дачу потому что иначе они потекут это это понятно надеюсь ну и потекут и станут привлекать уже и дрозофил мушек таких это самое и других насекомых вот а так используйте дармовое удобрение под руками не выбрасывайте рационально используйтесь и вы добьетесь хороших результатов как в цветении так и урожайности желаю вам удачи жить над своим органическим отходом не загрязняйте природу правильно ее используется подписывайтесь на наш youtube канал смотрите нас до свидания до новых встреч